Здравия желаю, товарищи! В этом видео я хотела бы поговорить о новом проекте на моем канале. Да, я знаю, что я уже работаю над довольно масштабным проектом, а именно над городом без названия. Но что же кроме ОГЭ мешает мне открыть еще один проект примерно таких же масштабов? Сегодня я хотела бы рассказать, в чем суть нового проекта, без спойлеров поговорить о сюжете и персонажах, а также обсудить каноны. Итак, многосерийный комикс, круг номер 30. Название будет объяснено по ходу сюжета. Начнем с того, какого жанра будет проект. Честно говоря, мне довольно сложно сказать. Думаю, это будет чем-то вроде детективного комикса, с постоянно фигурирующими элементами психологии, небольшим количеством мистики, большую частью повседневности и раскрытием персонажей и их взаимоотношений. Проект не создан для детей или тех людей, которым нравится, когда все хорошо, лампово и концовка определенно счастливая, потому что добро побеждает зло. Круг номер 30. Довольно жесткий проект. Он показывает самые худшие стороны реального мира. Положительных персонажей тут либо нет, либо же, если таковые присутствуют, их попросту ломает суровая действительность. Имеющим деньги и власть людям все сходит с рук. Другим же остается только мириться с тем, что полагаться они могут только на себя. Все действия происходят во второй половине XIX века в стране под названием Натра. Это прекрасная, можно даже сказать, самая лучшая страна на всей Земле. Что касается власти, в Натре парламентская монархия. Столица Натры – город Антр. В столице есть множество достопримечательностей и красивых мест, которые многие стремятся посетить. Недалеко от Антара есть город Олта. Маленький, но очень развитый в сфере экономики городок. Люблю Олту. Довольно далеко от этих двух городов располагается Сартан. Это довольно большой город, в котором, однако, низкая плотность населения. Основную часть Сартана занимает лес. Нетрудно догадаться, что этот город экологически чист. Да, природа Сартана прекрасна. Вот только именно здесь и начинаются все основные события. Что же, собственно, происходит? Трое друзей живут в спальном районе Сартана и радуются тому, что наступили летние каникулы. Но радость их продолжается недолго. Уже в ночь 1 июня происходит первое убийство, а за ним каждую ночь снова и снова, и так по кругу. Эти убийства как-то связаны между собой, но сделаны предположительно разными людьми. Да и вообще дело какое-то странное, но по ходу сюжета все будет подробно объяснено. Дело это тщательно скрывается от большинства людей и всех городов по кругу. В итоге главные герои решают, что должны что-то с этим сделать, и скрывать то, что происходит, больше нельзя. Поэтому покупают билеты на паровоз и уже 1 июля прибывают в Антар. После этого и начинаются основные события. Что насчет персонажей? Подробно описывать их характеры я смысла не вижу, ведь раскрытие персонажей предполагается в самом проекте, и это будет немаловажной частью комикса. Однако, если вы знакомы с проектом «Город без названия», то поймете, какими будут характеры персонажей, если я скажу, что они – полные противоположности канонам того проекта. Например, Мира из круг номер 30 будет милой и доброй девочкой, в отличие от Мира из «Города без названия», с ее взрывным характером. Такая же логика работает и с другими персонажами. Однако я не назвала бы ни в коем случае новый комикс с аушкой по «Городу без названия». Эти новые характеры персонажей – не отклонение от канонов, ведь это отдельный проект и у него свои каноны. Взяты лишь экономичные внешние образы персонажей и их имена. Это единственное сходство «Города без названия» с кругом номер 30. Меня часто обвиняют. Почему же я не создам для нового проекта новых персонажей? Я что, настолько ленивая? Нет, мне не составило бы труда бы насоздавать новых персонажей, однако я так не хочу. У этого канала есть маскоты, и я хочу, чтобы этих маскотов оставалось столько, сколько было изначально. Я не хочу клепать кучу новых, но по сути бессмысленных образов. Я люблю этих персонажей, и я хочу видеть именно их в разных проектах на моем канале, пусть и в других образах. У меня тут своя небольшая вселенная, и, как по мне, это аргумент. Ну что ж, надеюсь, вы заинтересовались новым проектом. Я постараюсь в скором времени начать воплощение этого комикса в жизнь. До новых встреч, товарищи!